В 1955 году Джон Линдон Гонд получил Пуллицеровскую премию за выдающуюся фотографию, за пронизывающий и глубоко трогательный снимок под названием «Трагедия у моря», которую он снял годом ранее. Джон Линдон Гонд работал в Los Angeles Times и подтвердил, что награда и значительная сумма денег, которые он получил за свою трогательную фотографию, помогли ему в карьере. И хотя он принял награду, чувствовал он себя не очень хорошо. Обстоятельства, изображенные на фотографии, которые некоторые могли бы назвать аморальными и неуместными, никогда не устраивали фотографа. Фотография под названием «Трагедия у моря» была сделана в Калифорнии на берегу пляжа Эрмоса. На заднем плане очень неспокойное море, на берегу, на песке – женщина и мужчина. Видно, как женщина в отчаянии цепляется за рубашку мужчины с выражением боли на лице. За несколько мгновений до того, как был сделан снимок, морские волны подняли маленького сына пары с мелководья и утащили его в глубины океана. Семейная трагедия, некогда увековеченная в газетах, до сих пор известна и сохраняет память о фотографии во всемирной паутине, чтобы ее могли увидеть еще многие поколения. Это было восхитительное утро 2 апреля 1954 года на пляже Эрмоса в Лос-Анджелесе. С Тихого океана до успокойный теплый бриз светило золотое солнце и доносились расслабляющие звуки прибоя. Фотограф Джон Гонд отдыхал возле своего пляжного домика, пока не услышал крик соседа, что на пляже что-то происходит. Джон схватил камеру роллей флекс и направился к берегу. Он сфокусировался на мужчине и женщине, которые цеплялись друг за друга и выглядели так, словно были в отчаянии. Они подходили к полосе прибоя и возвращались обратно. Они были в панике. А затем Джон Гонд нажал кнопку спуска затвора, прежде чем пара повернулась и ушла. Фотография появилась на первой странице Лос-Анджелес Таймс на следующее утро. Этой парой были Джон и Лилиан Макдональд. Полиция Эрмоса Бич сообщила, что 2 апреля в 9 часов 40 минут утра им позвонила миссис Макдональд и сообщила о пропаже ее 19-месячного сына Майкла. Позже в интервью Лилиан рассказала, что в то трагическое утро она готовила завтрак для своих детей, маленького Майкла и 14-летней Сары. Они позавтракали и Сара захотела показать Майклу, как строить замки из песка. Майкл не мог дождаться, поэтому Сара подхватила его и побежала на пляж. Пляж был очень близко к нашему домику, так что мне было удобно наблюдать за детьми. В тот день пляж был пуст из-за какого-то спортивного мероприятия в городе. Когда мы с Джоном последовали за детьми, мы наблюдали, как Майкл собирает ракушки и постепенно входит в воду, а Сара была неподалеку от него. Все было хорошо, пока мы не поняли, что Майкл пропал. Я бегала вокруг и кричала, пока у меня не сорвался голос. Джон вернулся в дом, чтобы проверить, там ли Майкл. Как только Джон ушел, я увидела сына далеко в воде. Я закричала, но мне казалось, что я не издаю ни звука. Я замахала руками, но они были словно налиты свинцом. Я не знала, что делать. В тот же день было обнаружено бездыханное тело ребенка. Мисс Беверли Мердек уведомила полицию о том, что заметила тело мальчика, покачивающиеся на волнах возле ее дома, который находился более чем в полутора километрах от места исчезновения маленького Майкла. 19-месячный Майкл Макдональд был похоронен на кладбище пляжа Эрмоса, 3 апреля 1954 года. Джон Линдон Гонт работал в основном фотографом ночных новостей. Он начинал работу в 15-16 часов и оставался на работе после полуночи. Ему нравилась идея освещать последние события. Джон Гонт не был знаком с семьей Макдональд, но он знал людей, которые их знали. За эту фотографию Джон Гонт получил не только Пуллицеровскую премию, но и премию главного редактора Associated Press и приз от Associated Press Калифорнии и Невады. Несмотря на признание, Джону Гонту было очень трудно вынести эту фотографию. Позже его дочь вспоминала. Поначалу ему было трудно вынести этот образ. Она отметила, что на тот момент ему был всего 31 год, и у него самого была трехлетняя дочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok